ребята всем привет привет меня зовут вера я живу в китае это мой муж китаец меня зовут дима да его русское имя дима у него конечно есть китайское имя ребята это наш первый ролик на youtube по многим 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 заявкам решили все-таки начать снимать видео да вот и сегодня хотим ответить на самый часто задаваем вопрос как мы познакомились димы да как вообще начали отношения вот но у меня муж он не очень хорошо говорит по-русски да ты говоришь по-русски немного вот поэтому я не хочу его сильно беспокоить его он станет быстро поэтому давайте я продолжу видео 1 да вот но ребята так подумала сейчас я буду рассказывать историю это будет только с моей точки зрения я расскажу историю нашего знакомства но если вы захотите узнать поподробнее или узнать водочку зрения мы можем снять такой же видеоролик но на китайском языке я внизу сделаю субтитры вот поэтому посмотрим как как вы захотите да ладно дима можете пока ладно дальше продолжу историю 1 в этом видео я расскажу о том как мы познакомились с моим парнем с моим мужем как мы начали отношения и в конце видео я хочу вам рассказать где и как можно познакомиться с китайским парнем мне не сложно потому что очень много девочек спрашивают я решила ну почему бы мне рассказать да хочу начать самого начала когда я училась в 8 классе к нам пришли две китаянки в школу и начали рекламировать свой университет типа приходите в наш университет учите китайский язык рассказывали про китай и тогда я очень сильно заинтересовалась китай и китайским языком я понимала что это очень сложно но я в то же время понимала какие перспективы меня ждут вот и пришла домой решила поговорить что-то с родителями я очень благодарна моим родителям потому что они меня поддержали мне сказали главное чтобы у тебя было стремление чем хочешь заниматься так мы тебе поддержим вот я очень сильно благодарна это родителям и мы начали учить китайский язык сначала у нас в городе иркутске в 2017 году мы нашли один университет я поехала учиться в китай но до того как я поехала учиться в китай многие мои друзья говорили ну все вера ты нас бросаешь теперь выйдешь замужем китайцев лишь китайского парня и тогда я была я любила китай но я не любила китайцев если можно так говорить это моя история так было раньше все равно у нас общество какой-то мере расисты вот и может быть в то время я была такой же потому что всегда когда мне говорили про китайских парней я представляла кого очень низеньких с пузиком китайцев которые работают у нас на китайском рынке да вот таких китайцев представляла и когда мне говорили что ты выйдешь замуж к китайцам я была резко негативно говорила нет китайцы я никогда не над мне не нравятся китайцы я только русского себе найду и всегда когда мне говорили про китайских парней у меня почему-то было резко негативное отношение к этому не знаю на самом деле сейчас немножко стыдно за это вот но все же это есть моя история да я говорю как есть потом когда я первый раз приехала в китай мне на самом деле было очень сложно потому что мне 17 лет я не знаю китайского я не знала английского языка у меня нет родственников здесь у меня нет друзей мне на самом деле было очень сложно вот но на самом деле очень большой плюс потому что буквально за четыре месяца я выучила китайский язык потому что ну как-то нужно было выживать вот но на самом деле за это время за эти четыре месяца я начала замечать китайскую культуру я начала замечать какие китайские парни на самом деле есть и вообще китайцы такие не есть например китайские парни они очень щедры к своей девушке они очень трудолюбивые они очень любят работать и мне на самом деле это очень сильно запала в душе я заметила что очень много китайцев есть высоких там не знаю очень широкоплечий то что мне реально понравилось в них и тогда я впервые начала задумываться о том чтобы почему бы и нет а почему бы не завести отношения с китайцем вот но я вам сразу скажу что что за все время когда я была в китае у меня не было ни одного парня китайцем наверное потому что я сама была стеснительная система своего китайского языка я наверно стеснялась что кому и такая понравилась блин не знаю почему-то была неуверенная в себе вот и мой первый парень китаец это мой муж вот это мои первые отношения и они перешли уже свадьбу уже в замужество вот я очень рада я надеюсь что мои последние отношения потому что я реально счастлив в таких отношениях в итоге проучилась китай четыре месяца и потом еще на год приехала потом 2019 году я вернулась в россию начала работать в то время я начала снимать китайский тик ток конечно никакие просмотры эти видео не набирали почему потому что это блин было просто открывание рот под музыку да никакой смысловой нагрузки эти видео не несли но даже в то время очень много китайцев не начала писать вера познакоми меня с русской девушкой увер до вас тобой встретимся такая красивая до вас тобой встречаться и в то время не совсем понимала и меня даже немножко раздражала это потому что у меня было такое ощущение что многие китайцы хотят себе просто русскую девушку и мне важно кто я ей и мне важно мой внутренний мир им просто важно русская девушка на самом деле это не совсем так вот такой сейчас то понимаю потому что в китае очень сильно любит русских русскую культуру очень много есть фильмов о смешанных браков или сериалов да вот и китайцы они какой-то мере знают русскую культуру и русских девушек на самом деле наши девушки самые лучшие вам сразу скажу они красавицы и на в принципе ничего не нужно от мужчины главное чтобы нас любил да вот поэтому китайцы нравятся вот такие вот добрые девушки да поэтому китайцы нравятся такие девушки которые не смотрят сильно на деньги которым просто нужны отношения и любовь этом романтика вот тогда я этого не понимала и мне казалось что китайцы просто смотрят на моё гражданство типа вот и русская все давай с тобой будем вместе вот и один из таких подписчиков был дима и у него прям русское имя было в китайском приложении дима это хочу русский или очередной китаец который хочет себе найти русскую девушку вот он мне написал и спросил меня за мой вк самое интересное что вк не китайские социальные сети это к 2 дня я ему ничего не давал типа муж мало ли там не знаю очередной китаец которому просто нужна русская девушка но за все наше общение он ни разу не сказал какие отношения не про русских девушек он просто говорю типа я люблю россию я ездила несколько раз россию вот я планирую через неделю приехать в россию это к окей и он тогда в это время меня спросил типа ты же говоришь на китайском ты можешь быть моим переводчиком а я как раз то время очень сильно хотела найти работу хотя у меня китайский не настолько хороший но в принципе я могла переводить да вот это к думаю ну он как раз на этому уровень китайского языка почему бы не поработать и тогда дала ему свои социальные сети века instagram мы начали с ним переписываться через неделю он приехал в россию начал вместе работать и когда я первый раз увидела его в аэропорту боже мой я в реально влюбилась буквально с первого раза и я не хотелось я признаваться в этом потому что я знала что он старше меня да я знала что у него была там жена что он разведен был да но в принципе когда чем больше я его знала и чем больше мне я видела его именно внутренний мир как он есть человек что у него есть свои там переживания а когда я узнала его еще глубже я узнала его там не знаю о чем он думает о чем мечтает он мне все больше и больше начал нравиться но самое интересное что он мне нравился а я ему не нравилась он буквально месяца 4 я ему говорила блин дима ты мне нравишься а если попробовать вместе сделать отношения хотя раньше я бы не осмелилась на это просто я понимала что с этим человеком буду счастлива и я понимала что я бы хотела иметь такие отношения с таким человеком да потому что он больше думает о работе нежели об отношениях да что ему важно обеспечивать семью он говорил много о том чего он мечтал он говорит типа вот у меня старые родители хочу сначала купить квартиру заработать вот и на самом деле это очень сильно отличалось от тех русских парней с которыми я была знакома да я не говорю что все русские плохие или там все китайцы хорошие просто это мое общение что происходит вокруг меня я вам сразу скажу что он никогда напрямую мне не говорил что вер ты не не нравишься я не хочу с тобой отношения такого не было наоборот не на он наоборот мне всегда говорил что вер ты красивая твой будущий парень будет самым счастливым мужчиной на свете тебе обязательно нужно искать китайца также он всегда не делал подарки какие-нибудь мужчины ходили в кафе в рестораны он всегда за меня платил но банально если мы гуляли мы не брали даже за ручку типа вот такие отношения у нас были я не совсем понимала что происходит он мне говорил просто я сейчас не хочу отношениями сейчас это все не надо вот я не понимала почему так почему ты не хочешь отношения у нас это хорошо складывается не знаю вот и в один прекрасный день ко мне приехала родная сестра мы с ней больше года уже не виделись а вот я этот день работала игру вали приходи к нам сейчас как раз у димы в гостях мы работаем вместе вот закончим можем есть например отдохнуть выпить да вот и в тот день когда он выпил он что-то начал не знаю это настроение используется значит мне укладывать всю душу свою всю свою историю я до этого не слышала все эти историю потом не говорил мы или не понимала не знаю вот он мне рассказал что у него была бывшая русская я об этом знала вот они даже расписались даже типа в китай свадьба была вот но она с ним поступила очень некрасиво я даже бы сказала почему потому что во-первых где он всегда против флаголи он типа сильно не пьет раз в год один раз может выпить вот это его максимум а та девушка она всегда ходила в клубы постоянно никогда его не собой не звала ну ладно это их история мне вообще не важно это все самое интересное что она его очень сильно обманула на деньги на очень большую сумму она получается почти что все у него забрала из китай он не мог ничего сказать против потому что типа ну они же вместе были типа она там у него ноутбук сперла там что-то машину продавать такие вот прям большие суммы были вот и после этого у него какое-то недоверие и когда вот мы в этот день попивали он говорит Вера да я тебе правда нравлюсь я говорю да ты мне правда нравишься тогда мне реально слезы уже накатывали он говорит точно меня не обманешь точно меня обманывать не будешь я говорю нет не буду что ты о мне думаешь да и в тот день может сказать что мы начали отношения да типа он позвал уже жить к себе отношения он тогда признался что да ты мне тоже нравишь но сейчас очень сильно боюсь начать отношения вообще это все не знаю очень сложно он боится опять столкнуться такой ситуации вот ребята я прошу пожалуйста не осуждать ни меня не дима потому что у всех есть своя история да и ту девушку пожалуйста не надо я не знаю правда что там происходило у них потому что я слышала только димину ситуацию да я не знаю эту девушку я с ней не общалась вот если я лично не знакома вот поэтому у всех своей истории я сразу же я сразу же скажу что все русские девушки разные все китайские девушки разные китайские парни русские мы все разные да не нужно судить по нации только по одному человеку да вот дима тогда посудил и все и мог потерять свое счастье теперь отвечу самый долгожданный вопрос я вам обещала рассказываю где познакомиться с китайцем вот я типичная русская девчонка либо женщина неважно вот не говорю на китайском либо говорю на китайском вот где я могу познакомиться с китайцем самое банальное это в китае приезжаете в китай учиться работать путешествовать не важно в любом случае вам подойдет к нему китаец типа привет красавица можно сфоткаться да и там тогда вы берете инициативу свои руки но хитресы скромняшки и по ому может с тобой не пример встретиться да и либо он сам предложит встретиться да вот дальше в россии тоже спокойно можно познакомиться очень много китайцы приезжают в россию работать либо делать свой бизнес либо учится либо также путешествовать. Но сейчас с этим все проблема, потому что сейчас коронавирус, в Китай не пускают. Есть вариант, как мы с мужем познакомились в интернете. Не знаю, заводите к нему китайские приложения, где там видосы снимать. Но тут тоже сложнее, чтобы завести китайский TikTok, вам нужен китайский номер телефона. Без китайца вы это не сделаете. Либо у меня есть еще такой вариант. Я также снимаю видео на китайские платформы, китайский TikTok, китайский YouTube, если можно так сказать. И очень много китайцев мне пишут. Ой, Вера, познакомь меня с русской девушкой. Почему бы нет? Почему бы мне не заняться такой фигней? Китай скидывает свою анкету. Вы скидываете мне свою анкету. Вам понравилось? Вам понравилось все? И вы списываетесь. Это совершенно бесплатно, потому что многие китайцы это делают платно. А я вам бесплатно предлагаю. Мне не сложно, потому что я помогаю своим друзьям, своим подписчикам. Поэтому думайте сами. Я сразу скажу, что я никому не настаиваю. Ой, еще и китайцев они самые лучшие. Нет. Много хороших русских парней. Много хороших американцев. Я просто говорю свою историю. Я связана с Китаем. И почему бы не помочь другим девчонкам, которым нравится китайцы. И перестаньте слушать всех этих людей рядом. Потому что меня сколько людей осуждает на самом деле. Ты что, не могла найти русского парня? Да я не хочу русского парня. Вот я люблю своего Диму китайца. Пускай он там, не знаю, какой-то не такой, не знаю, узкоглазый или что вы можете из него сказать. Я его люблю такие. Поэтому, если вам нравятся китайцы, нравится китайская культура, вперед, девчонки. Никого не бойтесь. Не только девчонки и парни. Если вам нравятся китаянки, я вас поддерживаю. Я за дружбу народов. Я вообще против всех этих наций. Мы все люди, мы все человеки. Ладно, ребята. Если вам нравятся мои ролики, то, пожалуйста, поддержите меня. Потому что это мой первый ролик. Я на самом деле очень волновалась, очень много раз запиналась. Я несколько раз снимала это видео. Я, наверное, уже два часа снимаю его примерно. Уже вся вспотела. Блин, тут у нас жарко так. Вот поэтому, пожалуйста, поддержите меня. Вы можете подписаться, поставить лайки, написать любые комментарии. Также можете предлагать свои идеи, что я могу снимать. Я сейчас нахожусь в Китае. Я могу снимать хоть что угодно. Цены на продукты, цены на квартиры. В логике. Как китайцы к этому относятся. К тому, как русские относятся к этому. Вот поэтому жду вашей активности. Надеюсь, что вам понравятся мои ролики. Надеюсь, что я потом стану ВИДО-блогером. Все, ребята. Всем спасибо. Всем пока.